Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Кировская область занимает первое место в Приволжском федеральном округе по снижению количества проверок бизнеса. Об этом рассказал вице-президент фонда Центра стратегических разработок Константин Никитин на встрече с реогубернатора Александром Соколовым. Например, количество проверок малого и среднего бизнеса в первом полугодии 2022 года снизилось на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И это выше средних показателей по ПФО и по России, отметил Никитин. Соколов сказал, что задача, чтобы требования законодательства соблюдались предприятиями и учреждениями даже при отсутствии проверок. Цитирую. «Надо, чтобы это было делом чести, поэтому сейчас большое внимание уделяется просто профилактическим визитам», – отметил в Рео губернатор. Больше одного миллиарда дали кировским фермерам на развитие в Министерстве финансов, подвели итоги по предоставлению в первом полугодии 2022 года субсидий сельхозпроизводителям. Всего из федерального и областного бюджетов было выделено 1,3 млрд рублей. Поддержку получили 280 предприятий и КФХ. Наибольший объем поддержки – полмиллиарда – направлен на развитие животноводства. Благодаря этому производство молока за 6 месяцев увеличилось на 2,5%. Построено две фермы на 1700 коров. Продолжается реализация шести инвестпроектов в молочном скотоводстве. Для технического перевооружения представлены субсидии в 400 млн рублей. Также 14 КФХ получили гранты на создание и развитие хозяйств и семейных ферм. В эфире «Экономика». На 7% выросли объемы производства в обрабатывающей отрасли Кировской области. По этому показателю регион занимает третье место в ПФО. Первые два – у Удмуртии и Татарстана. Наибольший темп роста индекса промышленного производства в обрабатывающем секторе наблюдается в производстве транспортных средств и оборудования, компьютеров и электронных и оптических изделий, готовых металлических изделий, ремонте и монтаже машин и оборудования. Также позитивная динамика в металлургическом производстве, в производстве машин и оборудования, кожи и изделий из кожи, одежды, пищевых продуктов, химических продуктов и прочей неметаллической минеральной продукции. Предприятиями, обрабатывающих производство в Кировской области, за полгода отгружено продукции на сумму 180 млрд рублей. Это 27% к уровню аналогичного периода прошлого года. И в завершении выпуска курса валют. Доллар сегодня 61,42 рубля, евро 62,36. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.